Это второй всероссийский географический диктант. Для приема участников акции по всей стране были открыты около 1700 площадок. В Кумертауской первой гимназии несколько аудиторий были подготовлены для прохождения онлайн-тестирования. Географический диктант, вообще это масштабное мероприятие. Оно организовано Русским географическим обществом. Председателем Попечильского совета Русского географического общества является президент Российской Федерации. И именно по инициативе Путина Владимира Владимировича проводится уже второй раз в России географический диктант. В первую очередь географический диктант является общеобразовательной миссией. Основная масса вопросов, соответственно, о географии России. Сам блок заданий был сформирован в трех вариантах в зависимости от часовых поясов – Сибири, Дальнего Востока и Центральной России. В нашем регионе акция стартовала в 16 часов дня и в течение часа все желающие могли отвечать на вопросы. Учитель географии школы номер 6 Марина Дерягина впервые стала участником диктанта в этом году. Большую сложность, по ее мнению, вызвали вопросы, связанные с историей. И таких было около пяти. Вообще все вопросы были по школьной программе. И поэтому те, кто хорошо учится по географии, могли бы набрать хорошие результаты. Но вот мой результат был 93 балла. Я считаю, что это хороший результат. Наверное, где-то что-то неправильно ответило. Но плохо, что нет ответов по вопросам, по каждому вопросу. Тогда бы можно было сказать, над чем еще нужно поработать. Географический диктант вызвал интерес и у молодежи. Учащиеся гимназии, несмотря на выходной день, пришли поучаствовать в акции, чтобы оценить свою грамотность по предмету. Их преподаватель по географии, разумеется, поддержала своих учеников. Я второй год участвую в этом географическом диктанте. В прошлом году у меня было 96 баллов, в этом году 90. Вопросы, связанные с историей. То есть, может быть, старые названия и освоение территории России у меня вызвали вопросы. Очень понравилось. Интересные вопросы. И фотографии есть, и космические снимки. То есть, разносторонние. Напомним, что в онлайн-варианте географический диктант можно будет пройти до 23 ноября, двух часов дня по московскому времени. Любой желающий, войдя в интернет и набрав в поиске «РГО диктант», получит возможность пройти это тестирование для себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!